Климат на нашей планете неповторим. Нам неизвестно на сегодняшний день ни одна планета, имеющая такие же климатические условия, как на Земле. К тому же климат на Земле постоянно меняется, он динамичен и изменчив. Причиной тому может быть как деятельность человека, так и в значительной степени энергии, которую Земля получает от Солнца, и обмен энергией между различными частями того, что называется климатической системой. Энергия Солнца распространяется в пространстве в виде излучения, называемое солнечным или коротковолновым излучением, которое достигает Земли независимо от того, в какой части своей орбиты она находится и в какое время года. Но не вся перехваченная энергия используется климатической системой. Часть ее возвращается в космос через различные процессы отражения, главным образом облаками и поверхностью Земли. Наконец излучение, не поглощенное атмосферой, достигает поверхности, которая нагревается и в свою очередь испускает собственное, длинноволновое излучение. Большая часть этого излучения поглощается атмосферой, которая затем повторно излучает его либо на поверхность, либо вверх, тем самым возвращая энергию в космос. Для всей Земли в среднем существует общий баланс энергии, но не во всех частях планеты и не во все времена. Сама природа в своей великой сложности и красоте преподносит порой для человечества множество климатических загадок, включая изменения климата, связанного с феноменом Эль-Ниньо, являющимся одним из интересных факторов, влияющих на погодные условия на Земле. Эль-Ниньо – это климатическая модель, которая описывает необычное потепление поверхностных вод в восточной части тропического Тихого океана. Ла-Ниньо – холодная фаза. Это модель, которая описывает необычное охлаждение поверхностных вод региона. Современные технологии собирают данные об этом феномене с помощью ряда инструментов. Например, Национальное управление океанических и атмосферных исследований управляет сетью научных буев. Эти буи измеряют температуру океана и воздуха, течение, ветры и влажность. Буи расположены примерно в 70 местах в южной части Тихого океана. Эти важные инструменты передают информацию исследователям и синоптикам по всему миру. Используя эти данные, а также визуальные изображения, получаемые со спутников, исследователи могут более точно предсказать Эль-Ниньо и визуализировать его развитие и влияние по всему миру. Этот феномен оказывает влияние на температуру океана, скорость и силу океанических течений. Прибрежное рыболовство и местную погоду от Австралии до Южной Америки. Событие Эль-Ниньо происходит нерегулярно, с интервалом от 2 до 7 лет. Однако все же феномен не является предсказуемым в том смысле, в каком предсказуемы, например, океанические приливы. Для того, чтобы понять развитие этого феномена, важно знать условия, не связанные с ним в Тихом океане. Обычно сильные пассаты дуют на запад через тропическую зону Тихого океана. Эти ветры гонят теплые поверхностные воды в западную часть, где они граничат с Азией и Австралией. Из-за теплых пассатов поверхность воды обычно на 0,5 метра выше и на 7 градусов по Цельсию теплее в Индонезии, чем в Эквадоре. Движение теплых вод на запад вызывает подъем более холодных вод к поверхностей у берегов Эквадора, Перу и Чили. Этот процесс известен как обвелинг, то есть подъем глубинных вод океана к поверхности. Процесс обвелинга также влияет на глобальный климат. Теплая температура воды в западной части Тихого океана способствует увеличению количества осадков вокруг островов Индонезии и Новой Гвинеи. В то же время пассаты Эль-Ниньо, дующие с запада, ослабевают вдоль экватора. Эти изменения атмосферного давления и скорости ветра приводят к перемещению теплых поверхностных вод на восток вдоль экватора из западной части Тихого океана к побережью северной части Южной Америки. Эти теплые поверхностные воды углубляют термоклин, уровень глубины океана, который отделяет теплую поверхностную воду от более холодной воды внизу. Во время Эль-Ниньо термоклин может опускаться до 152 метров в глубину. Этот толстый слой теплой воды не позволяет проходить нормальному опвелингу. Без притока богатой питательными веществами холодной воды зона восточной части Тихого океана больше не может поддерживать свою обычно продуктивную прибрежную экосистему. Популяции рыб гибнут или мигрируют. На данный момент Всемирная метеорологическая организация заявила, что относительно прохладная климатическая фаза закончилась и на смену идет жаркий период, из-за чего в одних районах будет сильнейшая засуха, а в других экстремальные осадки и наводнения. В ежегодном отчете приводятся основные климатические параметры. Средняя температура за год, давление, количество осадков, а также фазовые состояния главных океанических процессов, влияющих на климат планеты. В новом отчете 2023 года говорится, что в середине года закончится холодная фаза Ла-Нинья, связанная с явлением южной осцилляции в экваториальной части Тихого океана. В этот раз она была аномально долгой – 3,5 года вместо обычных 1-2 лет. Считается, что накопившаяся в глобальной климатической системе энергия, сдерживаемая механизмами Ла-Нинья, может выплеснуться на планету с непредсказуемой силой уже в 2024 и 2025 годах. Предыдущий температурный рекорд наблюдали еще в 2016 году, тоже во время фазы Ла-Нинью. Есть шансы, что он будет побит в 2024. Климатологи предполагают, что ближайшие 5 лет 66% вероятностью станут самыми жаркими в истории метеонаблюдений. Исследователи прогнозируют рекордную жару по всему земному шару, но прежде всего в тропической зоне между 30 параллелями северной и южной широт, где проживает более третье население планеты. Отмечается, что повышение средних температур на 2,7 градуса к концу столетия – вполне реалистичный сценарий, но нельзя исключать и худшие варианты, при которых температуры вырастут до 4 градусов. В таком случае за пределами благоприятной климатической ниши окажется до 50% населения планеты, что может привести к крупномасштабной трансформации поверхности Земли и коренным образом изменить пригодность нашей планеты для жизни. Ла-Ниньо и другие природные явления в очередной раз показывают нам захватывающую и порой опасную силу природы, которая оказывает значительное влияние на климат и погодные условия во всем мире. По мере того, как научные исследования продолжают раскрывать все новые сложности, связанные с явлением Л-Ниньо и его взаимосвязью с изменением климата, будут появляться более точные модели и прогнозы. Достижения в области спутниковых технологий и моделирования климата уже позволили нам получить ценные прогнозы, которые помогают подготовиться к событиям Л-Ниньо. Подготовка включает в себя стратегическое управление водными ресурсами, сельскохозяйственные методы и снижение риска потенциальных стихийных бедствий, что в конечном итоге способствует глобальным усилиям по адаптации к изменяющимся климатическим условиям. Да, наше понимание хрупкого баланса в климатической системе Земли подчеркивает нашу общую ответственность за сохранение этого равновесия хотя бы для будущих поколений. Возможно, вы удивитесь, но ежедневно на Земле происходят сотни землетрясений. Большинство из них в виде небольших толчков настолько малы, что люди их не чувствуют. Но время от времени происходит и более сильное, как это было 6 февраля 2023 года на юге Турции и Сирии, где произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов, унесшей десятки тысяч людей. И это ужасно. Хотел бы выразить благодарность всем, кто участвовал и участвует в спасении людей. Знаете, вы герои. Это пример того, чем на самом деле нужно заниматься в мире, охваченным трагедиями, а не создавать их. И сегодня я предлагаю рассмотреть, что такое землетрясение, почему они происходят и где это бывает чаще всего, возможно ли их спрогнозировать и какие последствия они могут иметь. И если копнуть глубже, узнать, почему наша планета каждые 26 секунд с точностью метрома выдает загадочный сейсмический импульс, известный как микросейс. Обо всем этом и многом другом мы расскажем в этом выпуске. И конечно, поделитесь своими мыслями и наблюдениями. Итак, землетрясение это сотрясение поверхности Земли в результате внезапного выброса энергии в летосфере твердой оболочки планеты, создающего сейсмические волны. Землетрясения могут варьироваться по силе от настолько слабых, что их невозможно почувствовать, до достаточно сильных, чтобы разрушить целые города. На земной поверхности землетрясения могут проявляться не только сотрясениями, а иногда и смещениями грунта. Когда эпицентр сильного землетрясения находится в море, морское дно может сместиться достаточно, чтобы вызвать цунами. Землетрясения также могут вызывать оползнь, а иногда и вулканическую активность. Что же вызывает землетрясения и где они происходят больше всего? Как нам известно, Земля имеет четыре основных слоя – внутреннее ядро, внешнее ядро, мантию и кору. Кора и верх мантии составляют тонкую твердую оболочку поверхности нашей планеты, подобно коже на теле человека. Но эта кожа нецельная, она состоит из множества кусочков, как пазл, покрывающий поверхность Земли. Мало того, эти кусочки-головоломки, называемые тектоническими плитами, продолжают медленно двигаться по горячей пластичной магме, скользя мимо и натыкаясь друг на друга. Границы плит состоят из множества разломов, и большинство землетрясений в мире происходит именно по этим разломам. Поскольку края плиты имеют негладкую структуру, они застревают, в то время как остальная часть плиты продолжает двигаться. Наконец, когда плита сдвинулась достаточно далеко, на одном из разломов отходят края и происходит землетрясение. То есть, в то время как края разломов вслипаются, остальная часть блока движется, энергия, которая обычно заставляет блоки скользить друг относительно друга, накапливается. Когда сила движущихся блоков, наконец, преодолевает трение зазубренных краев разлома, и он отходит, вся накопленная энергия высвобождается. Эта энергия излучается наружу от разлома во всех направлениях в виде сейсмических волн, подобных рябин на пруду. Существует несколько различных типов разломов. Когда части земной коры смещаются в сторону, результатом является горизонтальное движение вдоль двигового разлома. Самым известным примером является разлом Сан-Андреас в Калифорнии, который простирается примерно на тысячу километров. Движение вверх-вниз при землетрясениях происходит по так называемым сдвиговым разломам. Когда грунт над зоной разлома либо опускается, нормальный разлом, либо выталкивается вверх, обратный разлом. А разломы, которые сочетаются с боковыми движениями вверх и вниз, сейсмологи называют наклонными. Бывает, что землетрясения появляются впоследствии действий человека, влекущих за собой ослабление горных пород, наблюдается рост числа подземных толчков в местах добычи нефти и газа, а также в местах расположения шахт и карьеров. Негативным образом сказывается и строительство водохранилищ по той причине, что вода разрушает породы, находящиеся под высоким давлением из-за толщи воды. Землетрясения регистрируют сейсмографами. Запись, которую они делают, называется сейсмограммой. Устройство имеет основание, прочно закрепленное в земле и свободно свисающий тяжелый груз. Когда происходит сотрясение земли, основание сейсмографа тоже трясется, а подвешенный груз нет. Вместо этого пружина или веревка, на которой он висит, поглощает все движения. Таким образом записывается разница в положении между трясущейся частью сейсмографа и неподвижной частью. Сила землетрясения зависит от размера разлома и величины смещения по этому разлому. Но это не то, что можно просто измерить с помощью, скажем, рулетки, поскольку разлом находится на глубине многих километров под поверхностью земли. Здесь используются те самые записи, чтобы определить шкалу колебаний. Среди основных характеристик землетрясения выделяют следующие. Глубина очага обычно бывает в пределах от 10 до 30 километров, иногда значительно глубже. Магнитуда измеряется по шкале от 0 до 9 баллов. Увеличение на единицу означает, что амплитуда колебаний имеет десятикратное возрастание, а энергия землетрясения увеличивается в 30 раз. А также интенсивность на поверхности земли зависит от магнитуды, глубины очага, расстояния от эпицентра и других факторов. Сила толчков также измеряется в баллах по шкале от 1 до 12, где 12 показатель серьезной катастрофы, когда разрушаются даже мощные сооружения. Сейсмограммы также пригодятся для определения местоположения. В данном случае важно иметь возможность видеть так называемую Пи-волну и С-волну, которые сотрясают Землю по-разному, проходя через нее. Пи-волны быстрее, чем С-волны. И именно этот факт позволяет нам сказать, где было землетрясение. Чтобы понять, как это работает, можно сравнить волны Пи и С с молнией и громом. Свет распространяется быстрее звука, поэтому во время грозы вы сначала увидите молнию, а потом услышите гром. Следовательно, Пи-волны распространяются быстрее и сотрясают Землю там, где вы находитесь первыми. Затем следуют С-волны, которые также сотрясают Землю. Если вы находитесь близко к землетрясению, волны Пи и С придут одна за другой, но если вы находитесь далеко, между ними будет больше времени. Глядя на время между Пи и С волнами, можно определить, насколько далеко от этого места произошло землетрясение. Однако, если мы нарисуем круг на карте вокруг станции, где радиус круга представляет собой определенное расстояние до землетрясения, то узнаем, что землетрясение находится где-то на круге. Но где именно? Здесь на помощь приходит метод триангуляции. Этот метод помогает точно определить, где именно произошло землетрясение. Метод называется триангуляцией, потому что у треугольника три стороны, а для определения местоположения землетрясения требуются три сейсмографа. Если вы нарисуете на карте круг вокруг трех разных сейсмографов, где радиус каждый из них равен расстоянию от этой станции до землетрясения, пересечение этих трех кругов и будет эпицентром. Но возможно ли предсказать время возникновения землетрясения? К сожалению, нет. На сегодняшний день было испробовано множество разных способов предсказания землетрясений, но ни один из них не увенчался успехом. Сотрясение и разрывы грунта являются основными последствиями землетрясений, в основном приводящими к более или менее серьезным повреждениям зданий и других жестких конструкций. Тяжесть местных последствий зависит от сложного сочетания магнитуды землетрясения, расстояния от эпицентра и местных геологических и геоморфологических условий, которые могут усиливать или уменьшать распространение волн. Разрыв грунта – это видимый разрыв и смещение земной поверхности, которая в тяжелых случаях может достигать нескольких метров. Разрыв грунта представляет собой серьезный риск для крупных инженерных сооружений, такие как плотина, мосты и атомные электростанции, и требует тщательного картерирования существующих разломов, которые могут привести к разрушению поверхности земли в течение срока службы сооружения. Также наряду с сильными штормами, вулканической активностью, атакой прибрежных волн и лесными пожарами, землетрясения могут привести к нестабильности склонов, ведущей к оползням и огромных цунами. Если с этим все ясно, то кое-что все же не дает покоя. Это загадочные вибрации на Земле, возникающие каждые 26 секунд. Еще в 60-х годах геолог Джек Ольвер зафиксировал довольно необычный микросейсм, который повторяется с частотой ровно раз в 26 секунд. Феномен получил название пульс Земли. Исследователь понял, что источник не сильных, но с точностью повторяющихся толчков находится где-то в Южной Атлантике. Вся работа ученого по большой части сводилась к анализу распечаток. Но Джек выяснил, что речь шла о поверхностных акустических волнах. Далее он уточнул периодичность. Она колебалась в диапазоне 20 и 28 секунд и общую длительность микросейсмического шторма, которая доходила до 8 часов. В то время в распоряжении Оливера не было продвинутых инструментов, которые пользуются современные сейсмологи. С тех пор ученые провели немало времени, наблюдая за этим феноменом, и даже сумели определить точное место его происхождения. Это место в Винейском заливе, известное как Бухта Бонни. Одна из гипотез Оливера, объясняющая причину возникновения микросейсма, состояла в том, что явления могли стимулировать океанические волны, а другая сводилась к магматической активности. Спустя почти два десятилетия, в 1980 году, геолог Гэри Холкхамп также обратил внимание на таинственную сейсмическую активность, отметив, что она усиливалась во время штормов. Этот же самый микросейсм впервые был зарегистрирован и на современном оборудовании. Исследователи снова уточнили местоположение и обнаружили сразу несколько возможных источников в том же Винейском заливе, предположив, что явление может объяснить особая конфигурация континентального шельфа. Однако в ответной научной статье китайских коллег того же года появилась другая версия. Исследователи связали повторяющийся микросейсм с вулканической активностью на острове Сан-Томи там же, в Винейском заливе. Пиковые амплитуды этой пульсации сезонны, а максимальные в течение зимы в южном полушарии, что указывает на атмосферное или океаническое происхождение. Напрашивается вывод, что Винейский залив является неким центром мира, так как именно в этом месте находятся точки пересечения экватора и нулевого меридиана. Нет сомнения, что нашу планету можно рассматривать как живую систему, которая во многом ведет себя как живой организм. Земля дышит посредством разломов в горе, а ее сердце стучит, проявляя себя ритмичными колебаниями. В мире вокруг нас еще очень много такого, что науке лишь предстоит изучить и объяснить. Будем надеяться, что это случится скорее раньше, чем позже. И это поможет сейсмологам перейти не только к описательной фазе, но и предсказательной. Во всяком случае, каждый из нас обязан понимать, насколько важно заботиться о нашей планете, ведь на данный момент это пока что единственный дом, единственное место во Вселенной, где мы способны наслаждаться прекрасной возможностью жить. Ядерная зима – термин, который когда-то принадлежал исключительно к лексикону военных действий, времен Холодной войны. Он вышел из разных теоретических предположений и стал мрачной возможностью в коллективном сознании современного мира. А потому временами возникает вопрос, сможет ли человечество пережить последствия своих собственных разрушительных возможностей. Сегодня мы тщательно исследуем этот вопрос, углубимся в научный консенсус, лежащий в основе ядерной зимы, продолжительного глобального климатического похолодания, который, как ожидается, произойдет в результате широкомасштабных огненных бурь после ядерной войны, падения крупного астероида или массивных вулканических извержений. Итак, независимо от того, по какому сценарию будет проходить ядерная зима, механизм достаточно прост. В момент максимума будет гореть все. Запасы топлива, дома, люди, металл и даже органические вещества в почве. Первая категория людей, находившиеся в радиусе поражения, исчезнут мгновенно. Вторая категория – это те, кто находился за пределами поражения ударной волны, получат большую часть гамма-излучения и погибнут в течение нескольких дней. Третья категория, назовем их наблюдателями, рискует тем, что могут столкнуться в течение ближайшего времени с радиоактивными явлениями в виде дождя, снега или пыли. Но все же они имеют гораздо больше шансов на выживание, чем первые две категории. Потому как такое излучение имеет относительно слабую проникающую способность, поэтому уцелевшие дома, подвалы и землянки сильно снижают риски для жизни. Но ликовать отчасти не стоит. Борьба за жизнь только начинается, ведь наступает ядерная зима. Самое реалистичное компьютерное моделирование на сегодняшний день позволяет учесть различные факторы, которые повлияют на климат в случае мировой ядерной войны. Итак, разработчики разбили атмосферу на небольшие фрагменты, 2 градуса широты на 2 градуса долготы. А толщу атмосферного столба разделили на 66 слоев. Далее они учли почти все, что только можно, отражающую способность Земли и воды, химические реакции, происходящие в атмосфере и даже вклад человека и живой природы в поступление углекислого газа. Такая все объемлющая модель, разумеется, не была придумана специально для расчета ядерной катастрофы. Ее создавали и выверяли десятки разработчиков в ходе обычных климатологических исследований. Поэтому стоит упомянуть, что на протяжении этого выпуска будет учитываться только эта симуляция. В компьютерную модель будет добавлена сажа, а точнее 150 миллионов тонн. Именно столько или даже чуть больше продуктов горения выделится, если две мировые державы, о которых несложно догадаться, начнут кидаться своими ядерными фекалиями. Важно также учесть, что сажа от вулканов при том же взрыве имеет менее трагичные последствия, но в этом видео мы будем учитывать только исход рук человеческих. Если мы наблюдатели, то на протяжении дней мы будем видеть, как после эпицентра взрывов при горении будет образоваться мелкодисперсная сажа. Поднимающиеся потоки горячего воздуха увлекут ее в стратосферу. Там она останется надолго. В отличие от нижних слоев атмосферы, в стратосфере не бывает дождя, которым бы эту сажу смыло вниз. Далее частицы сажи будут разогреваться и охлаждать поверхность земли. Стратосфера нагреется, но нагреется она за счет того тепла, который не дойдет до поверхности. Это тепло будет переизлучаться обратно в космос, а земля, как и ее жители, останется в тени. Когда-то слепающиеся частички сажи начнут постепенно падать в нижние слои атмосферы, откуда их будет вымывать дождь. Но очень медленно. Частички сажи получаются разных размеров и будут устроены иначе. Они будут слепаться и разлипаться. На них по-разному будет поглощаться и рассеиваться излучение с разной длиной волны. Все это тоже учитывается в симуляции. Разогретая стратосфера приведет к более быстрому распаду озона, что несколько увеличит проницаемость атмосферы для ультрафиолета. В итоге количество солнечного излучения, достигшего земной поверхности, в первый год существования в новой эпохе в среднем по всей Земле сократится на 67%. Температура в среднем упадет на 9 градусов, что станет эпохальным ужасом в сельскохозяйственной сфере на тысячи километров. Но предсказания модели этим не ограничиваются. За прогревом стратосферы и замерзанием поверхности Земли и нижних слоев атмосферы последует уменьшение количества атмосферной влаги и уменьшение уровня осадков. Ядерная зима может способствовать значительному изменению структуры осадков, что может привести к продолжительным засухам в одних регионах и ливням в других, что еще больше нарушит уцелевшие экосистемы. Это также приведет к сбою в сельском хозяйстве и естественных системах производства продуктов питания. Но на этом не все. Снижение освещенности и более низкие температуры поверхности повлияет на морские экосистемы, в частности фитопланктон, основу морской пищевой цепочки, что может привести к краху рыбных запасов и негативно сказаться на животных. Животный мир столкнется с серьезными проблемами из-за нехватки пищи и воды, изменения условий обитания и потенциальной неспособности быстро мигрировать и адаптироваться к новым условиям приведет к тому, что большое количество животных просто вымрут. Люди же чудом выжившие, даже при здравом уме и смекалке, столкнутся с огромными проблемами из-за нехватки продовольствия, социальных волнений и разрушения цивилизаций в целом. Нет ни электричества, ни интернета, ни воды и пищи в супермаркетах. Все уничтожено или разграблено. Вы счастливчик, если сумели приобрести хоть какие-то запасы на первое время. Это может быть топливо для машины и генератора, сырье для отопления и средства защиты. Что касается провизии, то здесь куда сложнее, ведь вам понадобится запастись продуктами на 8 лет вперед. Именно столько времени продлится наиболее существенные эффекты ядерной зимы. И да, это будет сложно сделать, живя в центре города в однокомнатной квартире. Казалось бы, необходимо скоординированное глобальное реагирование для обмена ресурсами и знаниями в такие времена. Однако такое сотрудничество может оказаться сложным и даже сказочным в условиях постядерного конфликта. В конечном итоге выживаемость людей, а именно небольших групп, в таких условиях зависит от многих факторов. И вот некоторые из них. Какие были вложены средства в инфраструктуру для защиты от радиоактивных осадков и обеспечения продовольственной безопасности, такие как подземные сооружения? В таком случае у некоторых людей будет больше шансов пережить начальную фазу ядерной зимы. Выживание будет зависеть и от способности производить продукты питания альтернативными методами, такими как выращивание в закрытых помещениях с использованием ламп для выращивания и гидропоника. А для этого необходимы альтернативные источники отопления, поскольку традиционные источники топлива могут стать скудными или неработоспособными. Но для выживания в условиях ядерной зимы потребуется не только физическая, но и психологическая устойчивость, поскольку людям и сообществам придется адаптироваться к экстремальным условиям и длительной изоляции или заточению. В свою очередь это порождает и другую проблему, такую как этика выживания. Туда входит распределение ресурсов, субординация, динамика развития сообщества и потенциальных конфликтов из-за дефицита предметов первой необходимости. Все это станет главной проблемой в мире после ядерной зимы. Хотя, с одной стороны, возможность перемещения населения в менее пострадавшие районы может смягчить некоторые последствия, но с другой вполне может привести к новым конфликтам из-за ограниченных ресурсов и безопасных мест. Стоит ли говорить, что вскоре образуются группы людей, готовые на все ради наживы? Определенно они будут. Ведь мир изменится вместе с людьми. Если вы думаете, что голод, холод и опасный сброд на новых пустошах это все, то вы ошибаетесь. Учитывая моделирование, о котором мы говорили выше, то постепенно озоновый слой станет тоньше в четыре раза. Это произойдет из-за нагрева стратосферы и выброса в нее, помимо частиц сажи, оксидов азота, который приводит к распаду озона в обычный кислород. Итог этого – увеличение потока на земле ультрафиолета типа B. И, как следствие, повышение риска повреждения ДНК в два с половиной раза. Это приведет к росту заболеваемости раком кожи до 30% в течение нескольких лет. А это значит, что лучший вариант, если, конечно, вы не в бункере полного провизии, в срочном порядке мигрировать куда подальше. Останутся ли после этого на земле какие-то места, где можно безопасно жить и заниматься сельским хозяйством, скотоводством и рыболовством? Да, но эти места будут очень далеко от эпицентра, за тысячи километров, а в каких-то случаях островах или даже континентах. К счастью, ядерная зима остается теоретической крайностью. Но человеческая изобретательность и дальновидность могут стать решающими элементами как между уничтожением, так и шансом на восстановление после такого катаклизма. Хотя теоретически выживание возможно, оно потребует беспрецедентного уровня готовности, адаптации и международного сотрудничества. Или хотя бы человечность. Во многих культурах и народах мира существовали самые разные предсказания о конце света. Но как так получилось, что тема апокалипсиса, глубоко укоренившаяся в различных религиозных верованиях, мифологиях и философиях, на протяжении тысячелетий оказывала влияние на поведение отдельных людей, общества и целых народов, в том числе и нашего времени. Чтобы разгадать этот таинственный ребус, предлагаем погрузиться в прошлое и вспомнить самые известные, странные и безумные пророчества о конце света. Мы также рассмотрим культурно-исторический контекст, почему в одних обществах конец света может быть воспринят как полное уничтожение, а в других как трансформационный цикл. Ведь одни культурные предсказания окрашены ужасом и разрушением, другие же несут в себе форму обновления и надежды. И наконец попробуем ответить на вопрос, наступит ли в конце концов всемирный апокалипсис. И начнем мы, пожалуй, от мифов, а далее перейдем к археологии и мировым религиям человечества. Итак, скандинавская мифология, датируемая XIII веком, рассказывает нам историю о последней битве под названием Рагнарёк. В этой легенде говорится о великом противостоянии между богами и чудовищами, которая приведет к гибели многих ключевых фигур, природным катаклизмам и окончательному финалу на всей планете. Однако после этого разрушения мир вновь появится из моря, плодородный и обновленный. Легенда подробно изложена в двух древненорвежских поэмах поэтической эды – Вилуспа, Вавтруднир, а также в прозаичной эде, написанной средневековым ученым Снорис Турлуссоном. На первый взгляд это просто мифы, однако, если подумать, здесь прослеживаются символические повествования, которые проливают свет на представление норвежцев о цикличности времени и взаимодействии разрушения и созидания, хаоса и порядка. Таким образом, история Рагнарёка – это не только история исчезновения всего живого на планете, но и история возрождения и нового начала. На самом деле подобных мифов множество во всех уголках Земли. Это верования племени Кай, Новой Гвинеи, племени Негритана на Малакском полуострове, племя Гуарани, живущие в провинции Мата-Гросса, Бразилия, и множество других. По большей части эти сказания основаны ни на чем, а лишь передавались из поколения в поколение, но имели схожий сценарий. И это не просто совпадение. И все же, в отличие от них, древние майя, существовавшие в 600 году нашей эры, пошли дальше. Ими была создана сложная календарная система, которая якобы указывала на дату судного дня. Все началось с обнаружения древнего памятника на юге Мексики, названным Тартугеро номер 6, который содержит загадочную ссылку на Бактун 13. Стелла стала знаменитой после того, как было вычитано пророчество о конце света. Историки и археологи Николай Грубе, Саймон Мартин и Марк Зендер в своей работе утверждали, что надпись говорит о неких важных событиях, где с неба спустится божество Баалон Йок-Те-Кух. В связи с этим в 1987 году автор Хосе Аргуэльс опубликовал книгу, в которой интерпретировал календарь майя как обратный отчет времени до конца света, что вызвало всемирное увлечение теории апокалипсиса от май. Этот цикл, по мнению автора, должен был закончиться 21 декабря 2012 года. Но что-то пошло не так. Разумеется, многие археологи были уверены, что находки майя не описывает конец света, а просто ссылается на завершение длинного цикла как средство учета времени. В отличие от май, ацтеки, установившие свое господство на развалинах их государства, также приняли старинный календарь, несколько изменив и развив далее мифологию своих предшественников. Их эры имеют циклический характер. Например, эра Ягуарьево Солнца закончилась гибелью человеческого населения от ягуаров. Эра Ветреного Солнца закончилась разрушительными ураганами. Эра Дождевого Солнца закончилась огненным дождем. Эра Водяного Солнца закончилась потопом. Нынешняя эра – Эра Солнца-Землетрясений, или, как вариант, одним большим землетрясением по всей планете. Как мы увидели, человечество снова на пороге новой эры. А что нам известно о календаре империи инков, расцветающую в Древнем Перу еще в 1533 году н.э? Исследователь Фернандо де Мантесинос в своих памятных сведениях в 1642 году оставил ряд сообщений о хронологии и календарно-астрономическом характере использования инками узелковой изменности, названной Кипу. На третий год правления этого царя и на шестой год после наступления Третьего Солнца соответствуют второй эпохе мира, согласно сказанию. Цитирую. Солнце утомилось совершать свой путь и скрыло от живущих в наказание им свой свет. Что говорит о довольно сходных представлениях индийцев как Южной, так и Северной Америки относительно мировых эпох и, опять же, окончания времен. Юкатанские хроники также привлекают свое внимание, а именно книги Челам-Балам, датирующие примерно 1050-ми годами. Они были обнаружены в нескольких местах на Юкатане в 19-м столетии, по названию которых получили свои условные имена. Так, наиболее известный из них фигурирует в научных трудах под именем книги Чумаеля. Она оказалась в руках историка Корильо Анкона. Кроме того, известны также книги Мани, Тасемина и другие. Всего их девять, однако, по видимости, существовали и другие. Их авторство приписывается мифическому жрецу или пророку Челам-Балам. И, по всей видимости, в их основу легли подлинные документы Майи, содержащие исторические и мифологические сведения, восходящие до колониальной эры, где есть упоминание, как человечество погружается во тьму раз за разом. После каждой тьмы наступает восход нового солнца. Таких эпох всего семь, и мы живем в последней из них. Что касается больших религий, то они, как нам известно, имеют также характер относительной завершенности. Например, в исламе, возникшей в 7 веке нашей эры, также говорится о судном дне и считается одним из центральных постулатов исламской веры. Эта концепция подробно изложена в многочисленных стихах Корана. Малые признаки предшествуют главным и включают в себя различные социально-политические, нравственные и природные изменения и явления, предсказанным пророком. Вся вселенная, какой ее знают люди, будет уничтожена, и Аллах создаст новую вселенную, в которой те, кто выдержит испытания, смогут жить в вечном мире и наслаждении на небесах, а те, кто не выдержит, будут обречены на мучительные страдания. Тем не менее, все эти события иногда по-разному интерпретируются различными исламскими мыслителями. Иудаизм, возникший примерно в 15 веке до нашей эры, говорит о цикличности вселенной, состоящей из периодов созидания, сохранения и разрушения. Цикл мироздания делится на четыре юги или эпохи. Сатья-юга – век мудрости, Трета-юга – век ритуалов, Два пара-юга – век сомнений, и Кали-юга – век невежества. В настоящее время, согласно иудаизму, мы живем в Кали-га-югу, которая характеризуется снижением добродетелей и ростом морального разложения. В конце Кали-юги мир будет разрушен в результате великого катаклизма, часто изображаемого в виде огромного потопа или пожара, поглощающего все сущее. После этого разрушения наступит период пустоты, называемый Пралая. Это время небытия, предшествующее началу творения Сатья-югу. Считается, что этот цикл повторяется бесконечно. Кабала – что значит «получение, принятие, предание». Это религиозно-мистическое, оккультное и эзотерическое течение в талмудическом иудаизме, получившее распространение в 16 веке нашей эры. Эзотерическая кабала претендует на тайное знание, божественное откровение, зашифрованное в тексте Тора. В кабале представление о конце света строится из раскрытия замысла и целетворения, и понимается как переход природы на ступень развития, которая называется «гмартикун» – «конечное исправление». Эти события сопровождаются мировыми войнами и стихийными бедствиями. В учениях говорится, что разрушительные силы настигнут всех, так как все человечество их вызывает тем, что запаздывает в своем исправлении. В буддизме, возникшей примерно в пятом веке до нашей эры, существует множество мировых систем, которые проходят циклы становления, существования, распада и уничтожения, что во многом сходно с индуизмом. В буддистских текстах эти циклы описываются как кальпы. Кальпы делятся на четыре стадии. Стадия формирования, когда происходит слияние и образование мировой системы. Стадия существования, когда мировая система населена живыми существами. Стадия распада, когда мировая система распадается. И, наконец, стадия пустоты, когда все живые и материальные компоненты этой мировой системы прекращают свое существование. Разрушение мира в буддизме обычно предсказывается через серию природных катаклизмов, разделенных на три этапа. Разрушительный ад, мощный потоп и сильный ветер. После разрушения мир надолго остается в состоянии пустоты, прежде чем новая кальпа вновь начнется с фазы становления. В христианстве, возникшее в первом веке, концепция конца света описана в книге Откровения, известной также как Апокалипсис или Армагеддон, которая является заключительной книгой Нового Завета. Согласно христианскому вероучению, последние времена ознаменуются рядом драматических событий, прообразом которых являются четыре всадника Апокалипсиса – мор, война, голод и смерть. Этот период описывается как времена беспрецедентных бедствий и потрясений, во время которых истинно верующие столкнутся с преследованиями. Но кто эти истинно верующие? Этот вопрос интерпретируют по-разному, поскольку некоторые, считающие себя христианами, верят в рай на небе, ад и три единого бога. Другие же в новый мир на земле, единственного бога и его сына. Одни поддерживают насилие, другие его отвергают в любых проявлениях. И те, и другие могут считать себя истинно верующими. В любом случае, согласно пророческим книгам Библии, в кульминационный момент последнего времени произойдет окончательный суд, называемый Армагеддон. Важно отметить, что толкование этих событий и их сроков у разных христианских богословов и конфессий различается. Причем некоторые придерживаются разных взглядов на последовательность и характер последних времен. Подводя итоги, можно сказать, что предсказания и верования о конце света в разных религиях и культурах весьма различны. Иногда исход событий цикличен, иногда линейный. Однако среди них можно выделить и общие темы, будь то эсхатологические повествования христианства, апокалиптические пророчества ислама, циклические космологии индуизма и буддизма или различные мифологии и традиции коренных народов. Конец света служит интересным пересечением теологии, философии и психологии человека. А что думаете об этом вы? Наступит ли когда-нибудь конец света согласно сказаниям многих пророческих книг и мифов? Или человечество и так хорошо справится? Да, конец света остается неизменным и убедительным аспектом человеческой истории, отражающим вечное стремление постичь величие и одновременно неопределенность нашего места во Вселенной. Наша Вселенная представляет собой огромную сеть галактик, среди которых находится и наша Млечный Путь. Именно здесь, в одном из спиральных рукавов, известном как Рукав Ориона, Солнечная система занимает уникальное положение среди миллиардов других небесных образований. Весь Рукав Ориона имеет приблизительную длину до 20 и ширину до 3,5 тысяч световых лет. Солнце находится у внутреннего края Рукава, расположенной ближе к галактическому центру примерно на расстоянии 27 тысяч световых лет. Млечный Путь – это полосатая спиральная галактика. Размер нашей галактики в диаметре составляет до 180 тысяч световых лет. На данный момент считается, что она содержит примерно 200 миллиардов звезд. Вероятно, в Млечном Пути по крайней мере 100 миллиардов планет. Утверждать, что там не обитают другие формы жизни – парадокс. А если жизни нет, то это пугает еще больше. Но сегодня мы не об этом. Центр Млечного Пути виден с Земли как туманная полоса белого света, шириной около 30 градусов выгнутая ночным небом. Все отделенные звезды в ночном небе, видимые невооруженным глазом, являются частью Млечного Пути. Свет исходит из накопления неразрушенных звезд и другого материала, расположенного в направлении галактической плоскости. Темные области внутри полосы, такие как Великий Разлом, являются областями, где межзвездная пыль блокирует свет от далеких звезд. Область неба, которую скрывает Млечный Путь, называется зоной избегания. Млечный Путь имеет относительно низкую поверхностную яркость. Его видимость может быть значительно уменьшена фоном, например, светом или лунным свечением. Уникальность нашего места в галактике заключается в том, что мы находимся на относительном расстоянии от оживленного и более хаотичного места рядом с галактическим ядром. Область, где мы находимся, по каким-то удивительным обстоятельствам представляют собой гораздо более спокойную зону для обитания Солнечной системы. Звездная система, где обитаем мы с вами, состоит из нашего Солнца и небесных тел, находящихся под его гравитационным притяжением, таких как 8 планет, множество лун, спутников и других объектов. Как известно, планеты вращаются вокруг своих звезд и вокруг своей оси, учитывая, что при этом сама звезда тоже имеет свою траекторию движения. Планеты движутся в пространстве не по концентрическим кругам, а согласно гораздо более сложным законам. Орбитальная скорость вращения планет – это скорость, с которой планета вращается по орбите вокруг звезды. Она меняется в зависимости от того, на каком отдалении планета находится от звезды и от других крупных небесных тел, которые в данный момент времени находятся поблизости. И от скорости вращения вокруг своей оси зависит длина суток на планете. Ближайшее окружение Солнечной системы представляет собой межзвездную среду нашей галактики, непосредственно примыкающую к Солнцу и оказывающую сильное влияние на Солнечную систему в целом. Параметры газа среды во многом определяют структуру гелиосферы или области, заполненной солнечным ветром. В частности, важными параметрами является скорость газа локальной межзвездной среды относительно Солнца. Его температура – химический состав, составляющий этот газ. Последние исследования показали, что около 15% объема заполнено межзвездными облаками. Наше Солнце также находится внутри одного из таких облаков. При этом доказано, что это облако движется относительно Солнца со скоростью порядка 26 км в секунду и имеет температуру примерно 6700 градусов по Цельсию. Сейчас нет сомнений, что наиболее распространенным элементом не только во всем космическом пространстве, но и в местной межзвездной среде является атомарный водород, за которым следуют гелий, кислород, углерод и другие элементы. Хотя и в малых количествах, но даже органические соединения обнаруживаются в межзвездной среде. И все эти частицы вследствие движения локальной среды относительно Солнца проникают в Солнечную систему через структуру, в той или иной степени взаимодействуя с ней. Пространство между этими облаками в межзвездной среде известно как местный пузырь. Область разреженного горячего газа неправильной формы внутри рукава Ориона, в которой находится Солнечная система и ряд скоплений и облаков газа. То есть, межзвездное облако вместе с несколькими скоплениями находится внутри местного пузыря диаметром не менее 300 световых лет, заполненного горячей плазмой и окруженного оболочкой из холодного нейтрального газа и пыли. Также, благодаря космическому телескопу Гайя, астрономы определили природу местного пузыря. Если учесть общую массу оболочки, около 1,4 миллиона масс Солнца и текущую скорость ее расширения почти 7 км в секунду, то получается, что для его образования потребовалось 15 взрывов сверхновых с интервалом в 1 миллион лет. При этом, возраст местного пузыря оценивается в 14 миллионов лет. Он приподнимается над галактическим диском и, так как он участвует в галактическом вращении, то его форма становится похожа на песочные часы. И все это движется постоянно. Но возникает вопрос, куда? На самом деле, Солнечная система перемещается по направлению к созвездию Лебеди, а относительно местных звезд в направлении созвездия Геркулеса под углом 63 градусов в галактической плоскости. Скорость составляет около 40 астрономических лет в год или 200 км в секунду. Точную скорость определить невозможно, ведь центр галактики скрыт от нас за плотными облаками межзвездной пыли. Он смещается на примерно 2 градуса каждый миллион лет и совершает полный круг за 250 миллионов лет или за один галактический год. Более того, Солнечная система имеет хвост, подобно комете, исходящих от светила в противоположных направлениях быстро движущихся частиц. По форме шлейф напоминает четырехлистный клевер. Понимание ближайшего окружения Солнечной системы имеет решающее значение, поскольку оно обеспечивает контекст для взаимодействия между нашей Солнечной системой и межзвездной средой. Кажется, что Солнечная система существует в великолепной изоляции, но на самом деле она является частью оживленного динамического соседства. Изучение этого ближайшего окружения может предложить нам новый взгляд на наше место во Вселенной. Сегодня мы не станем отправляться далеко в космическое пространство, исследуя дальние горизонты. Мы окунемся в прошлое Земли, ее настоящее и будущее. Сегодня попробуем разобраться в таком интересном и глобальном вопросе, как тектоника плит, в частности о том, какие же силы и процессы управляют формированием лика Земли. И ответим на вопрос, куда же движутся континенты Земли в наше время. Но перед этим немного истории. Как мы знаем, наша планета покрыта океанами и континентами. На ней существуют огромные горные пояса, глубоководные желобы и вулканы. Все это является следствием активной тектонической и магматической жизни. Чтобы подробнее в этом разобраться, попробуем заглянуть в недры Земли и понять, каково ее строение и какие процессы там происходят. К сожалению, на сегодняшний день еще не существует такого аппарата, с помощью которого можно было бы проникнуть и изучить внутреннее строение Земли. А уж тем более для легко воспламеняющегося человека. На данный момент самая глубокая шахта в мире имеет глубину в 4 километра. А самая глубокая скважина находится на Кольском полуострове. Это Кольская сверхглубокая скважина, вертикальная длина которой 12262 метра. Для сравнения, толщина земной коры на материках колеблется от 30 до 40 километров. Однако определенные знания о глубинах нашей планеты все-таки установлены. Внутреннее строение было определено по большей части с помощью геофизических методов, где основой является измерение колебаний во время землетрясения или искусственных взрывов, производимых в недрах Земли. Вещества с разной плотностью и составом пропускают через себя колебания с определенной скоростью, что позволило с помощью специальных приборов измерить эту скорость и проанализировать полученные результаты. Также в качестве методов изучения Земли используются геологические методы, например, бурения и кортирования, изучение ксенолитов, глубинные мантийные породы, попавшие на поверхность Земли при извержении вулканов и, конечно же, изучение найденных метеоритов, ведь, согласно гипотезе, сложено веществом, подобным железным метеоритам. В итоге было установлено, что наша планета имеет слоистую структуру и имеет несколько оболочек. Земную корову, являющуюся самой тонкой, мантию, самой обширной оболочкой, составляющая 70-80% всей планеты. Она состоит из твердого вещества, но менее плотного, чем вещество ядра. Чем глубже располагается мантия, тем больше становится ее температура и давление. Также она имеет частично расплавленный слой, с помощью которого твердые вещества перемещаются к ядру Земли. Ну и, собственно говоря, само ядро, являющееся центром Земли, составляющая приблизительно 30% от общей массы. Твердая часть ядра плавает его в жидком слое, создавая тем самым магнитное поле нашей планеты. Но в нашем сегодняшнем вопросе нас больше всего интересует литосфера, вся твердая оболочка Земли, состоящая из земной коры и верхней твердой части мантии, вплоть до астеносферы, которая представляет собой уже пластичный слой, дающий возможность плитам литосферы двигаться по нему. К слову сказать, вся земная поверхность состоит из литосферных плит, разумеется, которые держат на панцирях черепашки космических масштабов. Крупнейшие из них – Тихоокеанская, Северо- и Южноамериканские, Евразийская, Африканская, Антарктическая, Австралийская, а также множество других, меньших по размеру, плит. И весь наш земной рельеф, расположение материков, есть результат движения литосферных плит. Еще в далекие времена исследователи и философы Древней Греции и Востока задавались вопросами и выдвигали свои теории формирования земной поверхности. В средние века господствовала теория, что вследствие охлаждения земли происходит ее сжатие, тем самым формируются горы. Но, как вы понимаете, она была далеко не идеальна. Ближе всех к истине уже в начале 20 века был немецкий геофизик и метеоролог Альфред Вегенер, предположивший, что около 200 миллионов лет назад все материки были сгруппированы в единый гигантский суперконтинент, который он назвал Пангеей. Этот суперконтинент состоял из двух крупных частей – Северной Лавразии и Южной Гондвалы, омываемой океаном Тетис. Теория Дрейфа материков основывалась на сходстве в очертании берегов Африки и Южной Америки, которые в настоящее время располагались как детали большого пазла. Новый импульс и развитие теории распада материков получили в конце 50-х годов благодаря трем факторам – геофизическое изучение Земли, аэрокосмическое исследование, которые впервые позволили охватить огромные территории и увидеть закономерности строения горных хребтов, разломов и других структур. Еще более важным и значимым этапом стало исследование океанов, когда было обнаружено существование глобальной системы срединоокеанических хребтов, рифтов, разломов, жалобов, вулканов и прочих структур. Было выяснено, что океан живет активной тектонической жизнью, а также что его дно гораздо моложе, чем породы континентов. Если самые древние породы на материковых щитах возрастом около 3,5 миллиардов лет, то самые древние породы на дне океана имеют возраст всего 170 миллионов лет. Также была обнаружена закономерность, что возраст дна океана увеличивается континентальным окраином. Объяснение этому позволило возникнуть новой современной теории тектоники или движения плит. Оказалось, что модерики постепенно отходят от срединоокеанического хребта, а на этом месте изливается новое мантийное вещество, формирующее дно современных океанов. Теория движения плит также подтвердилась, когда появилась возможность построить карту космической активности Земли. Оказалось, что большинство землетрясений представляют собой не хаотичные участки на поверхности, а узкие вытянутые зоны, часто совпадающие с аномальным рельефом в виде горных хребтов и желобов. Это и есть границы взаимодействующих тектонических плит. Границы и взаимодействия на их месте могут быть разными, и мы на данный момент имеем представление о трех типах. Первый тип – дивергенция, когда на границе плиты расходятся друг от друга, вследствие чего возникают глубокие разломы или рифты. Примерами могут служить Байкальский рифт, Восточно-Африканская рифтовая система протяженностью в несколько тысяч километров. В результате растяжений литосфера становится тоньше, а расплавленная мантия поднимается вверх, и за счет термического расширения получается поднятие рельефа и образование плоскогорья. В конце концов, говоря простым языком, увеличивается поверхность Земли. Но если где-то увеличивается, значит должны быть зоны с обратным эффектом, где поверхность материка уменьшается. Так происходит, когда океаническая плита сталкивается с материковой. Например, тихоокеанская плита движется к северо-западу со скоростью 8 см в год и сталкивается с континентальной евразийской, которая по своей структуре более мощная и легкая. Тем самым более тонкая и тяжелая океаническая плита погружается под континентальную. Такое столкновение называется субдукция, и это уже второй тип перемещения плит, связанный с их схождением конвергенция. Океаническая кора поглощается и тем самым компенсируется ее появление в срединоокеанических хребтах. В них происходят исключительно сложные процессы взаимодействия коры и мантии. Так океаническая кора может затягивать в мантию блоки континентальной коры, которая расплавляется и по причине низкой плотности выходит обратно в кору. Так на нашей земле появились вулканы. В случае, когда сталкиваются обе океанические плиты, то одна из плит заползает под другую, как ноги в одеяло, и также формируется зона субдукции, над которой образуется островная дуга. При столкновении двух континентальных плит происходит коллизия, и возникает мощная складчатая область, такая как, например, Гималай. Весь альпийский гималайский пояс по сути морщины престарелой планеты. Это результат движения Африки к северо-востоку со скоростью почти 2 см в год, Индии к северо-востоку со скоростью 5 см в год и Аравии к северо-востоку со скоростью 2,7 см в год. За счет разности этих движений образовалось Красное море, которое продолжает расширяться со скоростью метр в столетии. А вот Средиземному морю исследователи подготовили другую участь. Оно полностью исчезнет лет так через 50 миллионов в результате движения Африки на Европу, и его заменит горный хребет, такой же большой, как Гималай. Это будет по-настоящему неузнаваемый мир. И наконец рассмотрим третий тип перемещения плит. Это трансформные разломы, когда плиты движутся параллельно друг к другу и с разной скоростью. В океанах трансформные разломы идут перпендикулярно срединоокеаническим хребтам и разбивают их на сегменты шириной в среднем 400 км. Между сегментами хребта находится активная часть трансформного разлома. На этом участке часто происходят землетрясения и горообразования. В результате в зоне разлома нередко обнажаются мантийные породы. Сдвиговые границы плит на континентах встречаются относительно редко. Пожалуй, единственным ныне активным примером границы такого типа является разлом Сан-Андреас, отделяющий североамериканскую плиту от Тихоокеанской. 1300-километровый разлом – один из самых сейсмоактивных районов планеты. В год плиты смещаются относительно друг друга примерно на полсантиметра. Землетрясение с магнитудой более 6 баллов происходит в среднем раз в 22 года. Развитие и геологии таких направлений, как геодинамика, кинематика летосферных плит и спутниковая геодезия позволяют нам как прогнозировать будущее Земли, так и заглядывать в ее прошлое. Реконструкции позволяют воссоздать поле геодинамические обстановки и выявить закономерности глобальных изменений природной среды. Так, заглянув на 300 миллионов лет назад, в конец Палеозойской эры, перед нами предстает единый суперконтинент, название которой Пангея. Это единый материк представлял из себя несколько крупных континентальных блоков, паянных между собой горными системами. Вытянутая вдоль меридиана от полярных широт до экватора Пангея, пересекала тем самым все климатические пояса Земли. И в конце своего существования она разделилась на северный и южный континент, Лавразию и Гондвану. От Лавразии произошли современные Евразия и Северная Америка, а от Гондваны – Африка, Южная Америка, Индия, Австралия и Антарктида. Сейчас же континенты находятся на этапе почти максимального разъединения вместе с человечками на материках. А что касается будущего Лика Земли, то существует несколько теорий того, как дальше будут двигаться летосферные плиты, но в конечном итоге все эти теории приводят к образованию очередного суперконтинента – Амазия, Пангея Ультима, Пангея Проксима. Названий у него достаточно много. Случится это в среднем через 200-250 миллионов лет. К тому времени мы будем слегка потрепан. Такая цикличность в распаде материков и соединении их в единый – это не случайность, а закономерный процесс. Наука пока не может объяснить, почему так происходит, но связывает это с большой долей вероятности с глубинными процессами внутри Земли, а именно с эволюцией структур нижней части мантии. И, кстати, образование подобных суперконтинентов в истории нашей планеты было как минимум пять раз. Один такой суперконтинентальный цикл продолжался от 300 до 600 миллионов лет, когда вся земная суша, все блоки континентальной коры собираются вместе, и на Земле в это время присутствует только один гигантский материк и один огромный океан. Затем начинается так называемый рифтогенез. Суперконтинент раскалывается на несколько континентальных летосферных плит, которые затем растаскиваются по поверхности Земли внутренними силами, приводящими плиты в движение, пока все они снова не соберутся вместе. Доживет ли человечество до следующего суперконтинента, вопрос, конечно, спорный. Но если и так, то ему придется столкнуться с радикальными изменениями климата. Если суша займет место на полюсах планеты, лед будет формироваться и сохраняться гораздо легче, и глобальные похолодания будут по-настоящему экстремальны. Время нещадно стирает любые следы присутствия чего-либо и кого-либо. Одна только тектоника плит до неузнаваемости меняет облик Земли. Кажется, во вступление уже прозвучало достаточно много вопросов. Есть ли на них ответы? Попробуем сегодня в этом разобраться. Как вы уже поняли из названия этого видео, сегодня в центре внимания будет силурийская гипотеза. По сути, это некий эксперимент, в котором оценивается способность современной науки обнаруживать свидетельства существовавшей ранее высокоразвитой цивилизации, возможно, несколько миллионов лет назад. Хотя это может показаться абсурдной идеей, больше присущей конспирологам, телепатам и любителям всяческих заговоров типа пирамида-ракета, и все же этот мысленный эксперимент находится в центре внимания одной научной статьи, автор которой является астрофизик Адам Франк. В своей статье он представил перед людьми развитую промышленную цивилизацию и задумался над тем, можно ли обнаружить ее в космосе, в других системах подобно нашей. Или, например, не хотелось бы думать о таком, но какие следы оставит после себя современная человеческая цивилизация и как в далеком будущем найти доказательства нашего существования. Гипотеза так и называется – Силурийская. Под нее попадают все якобы бывшие цивилизации, от архейских инопланетян до Антлантиды. Некоторые же версии Силурийской гипотезы указывают, что ранняя раса полностью вымерла вследствие какой-нибудь болезни, войны или катастрофы. Другая же версия указывает, что прежняя раса достигла высокотехнологического уровня и по каким-то причинам покинула Землю для того, чтобы бороздить космическое пространство в поисках новой обители. Самой экзотической версией Силурийской гипотезы является гипотеза инволюции, согласно которой все животные произошли от деградировавших представителей близких к людям рас. Да, звучит обидно. Но вернемся к реальным исследованиям. Было посвящено множество времени и труда на поиски намеков изменения климата в далеких планетах земного типа, так называемой гипертермии. Своего рода быстрое повышение температуры, которое могло указывать на момент индустриализации цивилизаций. Это может предполагать присутствие достаточно развитого вида. Такой скачок возможен в результате выброса углерода и пока может быть единственным доказательством того, что любая раса, включая нашу, оставит позади себя. Ни пирамиды, ни небоскребы, ни пластики или пенопласт, ни произведения Шекспира, ни музыка Бетховена не укажет на наше присутствие в прошлом, если мы говорим о сотне тысяч и даже миллионах лет. В конце концов, нас узнают только по изменению породы, ознаменовавшему начало так называемой антропоцена. Этот термин, используемый многими исследователями, обозначает текущую геологическую эпоху, когда деятельность человека оказывает основное влияние на климат и окружающую среду. Хотя антропоцен еще официально не классифицирован как отдельная геологическая эпоха, уже ясно, что люди оказывают значительное влияние на геологическую летопись нашей планеты, формируя ее сегодня. Мы уже являемся геофизической силой, и наше присутствие фиксируется в изотопах углерода, кислорода и азота, в вымираниях различных отложениях, выбросах тяжелых металлов и синтетических химикатов. Например, сжигание человеком ископаемого топлива уже оказывает влияние на геологические данные, несмотря на то, что индустриализация начала всего-то около 300 лет назад. Что ж, с большой натяжкой это можно считать хоть каким-то плюсом. У нас получилось оставить свой след, дамы и господа. Будущие цивилизации, достигнув определенного уровня развития, смогут узнать о нашем существовании, исследуя древние породы. Итак, давайте представим, что, возможно, какие-то другие виды на Земле ненадолго поднялись до хотя бы нашего уровня развития миллионы лет назад. Остались ли сегодня какие-то их следы? Например, окаменелости, остатки зданий или космических сооружений? Возможно. Но также может быть, что все такие улики стерты в пыль, и что единственные оставшиеся следы находятся в очень незначительных особенностях геохимии. Кроме того, окаменелости чрезвычайно редки и частичны, поэтому доказательства легко могут быть упущены, особенно если цивилизация просуществовала всего несколько тысяч лет, как наша. Правда в том, что современные люди существуют сравнительно недолго, а жизнь на Земле существует по общей оценке 3,5 миллиарда лет. То есть в истории нашей планеты было более чем достаточно времени для подъема и падения не одной, а нескольких дочеловеческих индустриальных цивилизаций. Это могла быть некая раса со своими технологиями, транспортными средствами, фольклором и традициями на том же месте и под знакомым нам небом. Но о таких ушедших цивилизациях, построенных ими объектах, промышленности, существовавших не более нескольких сотен тысяч лет, у нас нет достоверных упоминаний и даже ни одной летающей тарелки с мумифицированным инопланетянином внутри. Мы находим лишь древнейшие сооружения и орудия труда, созданными людьми, и этим находкам лишь несколько тысяч лет. В любом случае, через несколько миллионов, когда заработает тектоника плит, все, что находится на поверхности, включая саму Землю, окажется на дне морей и океанов, а дно превратится в горные вершины. Если говорить о возрасте нашей планеты, то он у нее достаточно солидный, а ее твердая поверхность, составляющая массивы суши, в разных местах сильно различается по возрасту. Некоторые из этих массивов суши образовались миллиарды лет назад. Другие же образовались из расплавленной магмы в течение последних 100 миллионов лет. Исландия, например, начала формироваться в результате вулканической активности всего 70 миллионов лет назад. Некоторые маленькие острова продолжают формироваться и по сей день. С геологической точки зрения, одним из древнейших мест на Земле является Пилбара, большой регион на северо-западе Австралии. Местная порода впервые начала формироваться более 3 миллиардов лет назад. Сегменты ее богатого железом камня служат лучше всего сохранившимся образцом самой древней породы в мире. Такие древние камни должны быть источником каких-либо довольно интересных окаменелостей. Да и в целом, для исследований могут подойти многие пустыни, где отсутствует тектоническая активность и можно найти неразрушенные породы нужного возраста. Кто знает, если дать силурийской гипотезе право на жизнь, возможно, исследования зайдут настолько далеко, что при нужных тестах исследователи однажды смогут уверенно сказать, здесь был человек или, может быть, левитирующий гуманоид с большим мозгом. То есть, некая цивилизация сколько-то миллионов лет назад. Вопросы в отношении планетарного воздействия цивилизации могут, кстати, иметь значение для будущего исследования и других планет, и нашего поиска разумной внеземной жизни. Ранний Марс или ранняя Венера, возможно, были более пригодными для жизни, чем сейчас, и, может быть, однажды мы найдем там те самые геологические отложения, указывающие на существовавшую когда-то цивилизацию. И да, гипотетически не исключено, что и предыдущие цивилизации Земли могли отправиться в космос и оставить артефакты на других небесных телах, таких как Луна или Марс. Найти очевидные материальные доказательства в этих двух мирах будет легче, чем на Земле, где эрозия и тектоническая активность стерли большую часть культурных следов. Но все же, зачем искать чужую жизнь там, на других планетах, когда мы могли бы найти ее здесь, удаленной не на километры, а на годы? Действительно, в истории Земли зафиксированы несколько необъяснимых температурных аномалий, которые, возможно, могли ускорить процесс изгнания разумной жизни с планеты или ее гибель. Например, считается, что 55 миллионов лет назад произошел таинственный скачок повышения температуры, известный как палеоцент термический максимум. Одно из самых значительных резких изменений климата в геологической истории, продолжавшиеся около 200 тысяч лет. Он проявился в резком повышении температуры на поверхности континентов и в верхних слоях океана, а также в изменении изотопного состава атмосферного углерода и вымирании целого ряда видов. Согласно климатическим реконструкциям, температура на континентах в то время увеличилась на 8 градусов по Цельсию. Температура воды в тропическом поясе составила 20 градусов, что на 1,5 градусов больше современного значения. В арктических морях потепление было значительно масштабным, и увеличение температуры поверхностных вод Северного Ледовитого океана могло составлять до 10 градусов по Цельсию. Наиболее отчетливый термический максимум проявился в изотопном составе углерода карбонатных отложений. Во время термического максимума содержание углекислого газа в атмосфере достигло как минимум в 5 раз больше, чем современное значение. Причем большая его часть растворилась в океанической воде, повысив тем самым ее кислотность. В результате карбонатные раковины гибнущего планктона стали растворяться в воде. Термический максимум мог быть вызван падением астероида или кометы, или это могло быть извержение огромного вулкана, или это также могло быть вызвано деятельностью древней цивилизации, которая поднялась так же, как мы, а затем упала. Это, кстати, может быть судьбой всех продвинутых видов, взлет и падение, протекающий так же естественно, как смена времена года. Такая вселенная иронична, постоянно создавая персонажей, чьи технологии приводят к тому самому концу, которого они пытаются избежать. Итак, вопрос, сможем ли мы сегодня методом археологии и палеонтологии заметить и идентифицировать следы существования ранней цивилизации, и как мы можем это сделать? Этот вопрос является пока открытым. Одним из ключевых вопросов в оценке вероятности обнаружения такой цивилизации, это понимание того, насколько часто появляется промышленно развитая цивилизация, с учетом того, что жизнь зародилась и что некоторый вид является разумным. В поисках построек или долговечных носителей информации мало смысла, так как за миллионы лет тектоника и выветривания их уничтожат. Не говоря уже об относительной редкости подобных сооружений на Земле. Сегодня, например, массивные скопления прочных построек человеческой цивилизации занимают менее 1% площади суши. То есть, по сути, если огромный астероид в ближайшее время изменит облик нашей планеты до неузнаваемости, в том числе и лица людей, то придется потратить много времени, чтобы найти хоть какое-то свидетельство жизни в прошлом. И, скорее всего, наскальная живопись в стиле «здесь был я» вряд ли поможет идентифицировать нашу цивилизацию. Но даже если не сейчас, то вполне возможно, что мы исчезнем через несколько веков или тысячелетий, по сути, через мгновения по масштабу геологической истории планеты и тем более вселенной. И тогда человеческая цивилизация – лишь маленький эпизод, аналогичный тем, что уже имели место в более ранней геологической эпохе. И дальше, через десятки миллионов лет, появится следующая цивилизация. Затем еще. Возможно, какой-то цивилизации все же удастся стать чем-то большим. Или, может быть, мы и есть та самая цивилизация. И у нас есть все шансы идти дальше, исследуя и познавая себя, нашу планету и иные миры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok